Здравствуйте, наступил октябрь, это значит пришло время подвести итоги тем работам по благоустройству, которые проводились в нашем районе летом. И сегодня в нашу студию мы пригласили заместителя главы администрации района Оксану Владимировну Яроханову, она курирует это как раз направление. Оксана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, 1 октября, по-моему, к этой дате должны были быть закончены работы по благоустройству дворовых территорий. Можно с вами подвести итог? Закончены, и если нет, то где и почему? Ну, я, наверное, могу сказать с высоко поднятой головой, что в этом году мы сделали то, что мы запланировали. Есть небольшие недоработки, нас немножко подводит погода, были планы закончить до 1 октября. Есть кое-какие недочеты, это асфальт, который мы ждем, чтобы немножко подсохло было по суше, можно было его положить. Но это все в ближайшие дни будет закончено, надеемся на благосконность к нам погоды, и мы все сможем доделать. Это не такие значительные вопросы, которые бы, в принципе, стоило поднимать. Хочу сказать, сделали, доделаем, и все будет хорошо. Хорошо, давайте тогда по цифрам. Сколько в этом году площадок было в плане благоустройства? Сергей Фасад, район. Комплексное благоустройство дворовых территорий. Я сразу, наверное, объясню, что это не один, не два дома. Это тот квадрат, на котором находится та часть земли, на которой находятся несколько домов. И этот участок земли, участок придворовой территории облагоустраивается, приводится в надлежащее состояние. По району это 34 дворовых территории, на территории городского поселения Сергеев Фасад 22 двора. И эта цифра у нас, я смотрю, по прошлому, по предыдущему году и по 16-му. Цифра благоустройства дворов, которые делали, она каждый раз растет. Было 16-18 по Сергееву Фасаду, теперь 22. Оксана Владимировна, продолжают люди к нам обращаться с вопросом, как в эту программу попасть? Всем объясняю, какие бы встречи ни проводила, всем рассказываю, пытаюсь донести, что все в наших руках, все в руках наших жителей. Самое главное, и первое, хочу объяснить, что все дворы, которые не попали уже сейчас в комплексное благоустройство до 2018 года, обязательно попадут в комплексное благоустройство до 2022 года. Но если активные жители какой-то определенной дворовой территории хотят побыстрее передвинуть себя в очереди, встать уже в очередь на 2019 год, на 2020, надо проголосовать на Доброделе, голосование уже началось, надо просто проголосовать за свой двор. Вы говорите, в список, который не попал, а был первоначальный какой-то список? И вообще, есть ли инвентаризация тех дворовых территорий, которые у нас есть, в каком они состоянии, какие на них формы, достаточно ли парковочных мест? Вот район представляет вообще все эти территории? Ну, конечно, это наша работа, естественно, мы ее представляем. Давайте я просто для понимания объясню, что в городском поселении Серкиев-Пасад примерно 180 дворов, дворовых территорий. То есть, часть территорий, уже программа у нас начиналась с 2015 года, идет по комплексному благоустройству. То есть, с 2015, 2016, 2017, 2018 года комплексное благоустройство уже проводилось. Сейчас эта программа продолжается до 2022 года. Те дворы, которые не были сделаны, обязательно все дворовые территории войдут в эту программу. То есть, вы хотите сказать, что все 180 дворовых территорий будут облагорожены и приведены в порядок? Обязательно. До 2022 года? До 2022 года. И в рамках вот этих вот сроков только люди могут заявиться заранее, да, через сайт Добродет. Да, если люди не будут голосовать, в 2022 году те, кто останутся, обязательно войдут в это комплексное благоустройство. Вот эта программа идет с 2015 года, но у нас очень много территорий в городе было приведено в порядок к 700-летию Сергея Радонежского, 2014 год. И, конечно, вот мы смотрим, в нашем дворе площадочка была поставлена в 2014 году. На тот момент это было очень здорово, очень хорошо, она так свеже смотрелась. Она и сейчас, в общем-то, рабочая. Но когда мы видим, что в других, может быть, микрорайонах на других территориях ставят более современные формы, более качественное делается покрытие, выполняется как-то это архитектурно все решается, ландшафтно. Нам тоже хочется, чтобы к нашим дворам вот такое благоустройство дошло. Вот здесь объясните, есть ли возможность, вот, не знаю, заглянуть в каждый двор и там сделать резиновое покрытие, поменять формы игровые? Наверное, тоже поясню. Потому что я так понимаю, что надо чаще встречаться и все-таки чаще вести разъяснительные беседы. Мы сейчас делаем детские площадки в дворовых территориях не с резиновым покрытием. Мы к этому относимся как детская площадка, детские элементы для того, чтобы ребенок мог спуститься с мамы, погулять около дома без мамы, чтобы мама могла видеть ребенка. Это элементы, детские элементы. И резиновое покрытие здесь не обязательно. Да, мы хотим, но мы должны смотреть на наши возможности и желания тоже других жителей. Кто-то против площадки, кто-то за площадку, кто-то против стоянок, кто-то требует стоянки. Всем не угодишь, но надо найти такую золотую середину, чтобы все были довольны. И мы стараемся сейчас сделать так, чтобы эти небольшие детские площадки, элементы детских игровых элементов, детских игровых площадок были в небольшом количестве, прям в шаговой доступности. Но планируем, в принципе, уже делаем сейчас на этот год, но и планируем на следующий год, что мы те площадки, которые нам дарит губернатор, что мы будем их ставить как общественную территорию. Площадки большие, они не менее 450 квадратов. Они с резиновым покрытием. Это та площадка, на которую мамы с детьми могут прийти, и они находятся в 10-15 минут ходьбы от всех домов. Это зона притяжения детей, зона притяжения родителей, где мамы могут посидеть, поговорить, но при этом все смотрят за своими детьми. Это большая детская площадка, как там есть спортивные элементы, так и детские. Как для детей до трех лет, так и для детей постарше. Сейчас две такие площадки нам в подарок, в дополнение к тому, что было сделано. Губернатор подарил еще две площадки, которые будут устанавливаться на Скобином шоссе и в микрорайоне Звездочка. Это будут две площадки по 450 квадратов с резиновым покрытием. Но мы их устанавливаем на общественной территории. Не придомовая территория, а общественная. То есть мы разделяем то, что мы вышли из подъезда, это наша придомовая или большая какая-то территория, где может собраться микрорайон, дети из микрорайона. Да, конечно. И здесь у нас должна быть хорошая детская площадка, куда будут тянуться дети со всего окружения. Но опять же мы говорим, что это должно быть 10-15 минут ходьбы от домов. Вот эти новые площадки вы назвали, это в дополнение к тому, что уже у нас в районе сделано. С 28-го числа мы начали делать там основания для этих площадок. Здесь вся суть в том, что еще очень большие затратные и долгосрочные работы по основанию. Это асфальтирование, это песчаная гравийная подушка, это резиновое покрытие. Только после этого ставятся элементы. И мы берем на себя обязательство, что в ближайшие дни оно будет готово. И вот в течение недели-двух уже зайдут эти люди, которые будут ставить детские площадки. И мы еще в этом году с детьми откроем их, посмотрим и поиграем. Пока и надеемся, что погода будет на благословую плановку. Вы сказали, что планы уже верстаются. На следующий год сколько планируете территории обустроить? Конечно, не хотелось бы уменьшать количество территорий. Но мы все люди обыкновенные, мы все прекрасно понимаем, что есть дворовые территории, которые стоят из трех домов. А есть дворовые территории, которые стоят из 10 домов. Здесь, наверное, нет 8-10 домов. Это как раз звездочка, которая нами... Пока руки до нее у нас не доходили, до этой территории, она у нас получилась такая немножко отдаленная, заброшенная. Но надо к ней подойти, и депутаты за нее очень просят, что давайте начнем ее делать. Опять все зависит только от жителей, от работы депутатов с людьми, которые проговорят, тоже им это все объяснят, о голосовании на доброделе. Ну вот там пятиэтажные дома, но это порядка... Вот комплексная благоустройство, какой территории? Порядка 8 домов. Очень большая территория под асфальтированием. Прекрасно понимаем, что там надо делать в основном асфальт. В основном заездные карманы для машин. Площадку мы уже туда ставим, вот большую губернаторскую. Но это общественная территория. Будет зависеть от объемов. Будем стараться. Не 22, 24, но... А может быть получится и 18, может быть и 16. Все зависит от квадратных метров, от той территории, которая... Люди, которые пройдут голосование на доброделе, соответственно, от их размеров, от запросов людей, от необходимых элементов, которые туда нужно будет поставить, работ, которые провести. Вот это тоже влияет на тот объем работ, который будет в следующем году сделан. Конечно, конечно. Потому что, еще раз повторюсь, что у нас люди все неординарные, все очень своеобразные. Одному нужна детская площадка, другому стоянка. Всем не угодишь. Очень много с большими проблемами вот именно на этой почве мы столкнулись в этом году. Поэтому и пытаемся большее количество привлечь для создания схемы, для понимания, что мы будем делать в этом дворе. И тоже до людей пытаюсь донести. Вот вместе с депутатами подписываем, вот вместе с людьми обсуждаем. На следующий год никаких перепланировок, перенести нам это не надо, этого не будет. Вместе, дружно и вперед. Хорошо. Спасибо, Оксана Владимировна, за разговор. Я напомню, что сегодня мы говорили с Оксаной Ирохановой. Она, как заместитель главы администрации района, курирует вопросы благоустройства. Мы подвели итоги того, что было сделано в этом году и немного рассказали о перспективах. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пера Рус». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!